Стало понятно, что эти буквы являются архаизмом. Кандидат филологических наук Елена Осипова проводит лекцию для студентов факультета иностранного языка. Современные русские, от того, который был 100 лет назад, отличаются не сильно. А вот написание изменилось. Первые попытки провести орфографическую реформу относятся к середине 18 века. Уже тогда было ясно, что некоторые элементы алфавита являются архаичными. Сначала попытались отменить ижицу и ер. Фита в текстах встречалась редко, использовалась в основном в написании имен. Но перемены так и не были приняты. Все поменялось в 1918 году. Эта реформа была принята неоднозначно. Многие в этом видели дурной вкус или снижение уровня языка. Но так бывает часто, когда что-то новое, когда происходит реформа. И сначала это новое воспринимается неоднозначно. Но сейчас это написание нам кажется привычным и естественным. Ядь, соответственно, стала в начертании как Е и десятиричные, как И, фита, как Ф. Это все, что нам сейчас с вами представляется очень привычным. Один из примеров того, что реформа состоялась не сразу, в руках у руководителя Центра редких и ценных изданий Горьковской библиотеки Ольги Гербековой. Это издание Евгения Онегина вышло в 1918 году, но напечатано под реформенным правилом. Это одна из последних книг, которая издавалась, используя старую русскую орфографию. То есть в этой книге мы найдем и ять, и ер, и фета. С книги, напечатанной старым алфабитом, началась история Рязанской Горьковки, что символично, это история русской словесности Степана Шевырева, изданная в 1846 году. Она была подарена самим автором при открытии Рязанской публичной библиотеки в 1858 году. То есть она такой ровесник? Она, да, она ровесник нашей библиотеки и она ценна именно тем, что это одна из первых книг, составивших богатый фонд нашего учреждения. Сейчас в фонде редкой книги Рязанской Горьковки более 15,5 тысяч экземпляров только на русском языке. Издания, вышедшие начиная с 17 века по 1830 год, являются книжными памятниками. Однако они, в отличие от музейных экспонатов, не пылятся на полках. Любую книгу можно взять в читальном зале. Однако, как отмечают у библиотеки, спрос на них небольшой. Интересуются литературы, напечатанные на дореформенном русском, в основном историки и краеведы.